Ответственность за очистку дворов лежит на управляющих компаниях и собственниках здания. С уборкой у них сегодня явно была проблема. Машины массово везде буксовали. Подмога в виде уборочных тракторов добралась до многих дворов уже во второй половине дня. Например, водитель этого трактора трудился сегодня с 4 часов утра и до 3 дня успел убрать снег в 22 дворах. Осталось 3. В этой небольшой управляющей компании четверть сотни домов и, соответственно, дворов. Их убирает единственный трактор. Работает сейчас без выходных с постоянными переработками. Тем не менее, жалобы от жильцов все равно поступают. В целом по городу на сегодняшний день их 40. По всем адресам муниципальная жилищная инспекция уже выезжала, а там, где нашла недостатки, и повторно. До штрафа в 40-50 тысяч рублей управляющие компании дело предпочитают не доводить. Упорка начинается через час-полчаса после начала снегопада и продолжается на всем его протяжении. И досконально должна закончиться часов через 6 после того, как он прошел. В основном управляющие компании приводят надлежащий вид территории до выхода инспектора. В этом дворе на Чернопрудной, во Фрунзенском районе Ярославля, основная проблема машины. Поэтому чистка заездных карманов, да и проезжей части серьезно осложнена. Даже председатель совета дома военный в отставке не может повлиять на жильцов, поэтому сам берется за лопату. Сотепелью во дворах возникла и проблема сосулек, чистка кровель, также обязанность управдомов или собственников зданий. Если не убирают снежные навесы, можно жаловаться в жилинспекцию.